Еще, знаешь, такой интересный факт, когда люди покупают препараты аптечные, где вот такой лист побочных действий, а они не задаются вообще вопросом, нет, со мной этого не произойдет. А когда ты говоришь, используете натуральные продукты немецкие, они говорят, а там есть какие-то побочные действия? Какие побочные действия? Это просто такое же хорошее питание. Вопрос о побочных действиях, вопрос. Вот недавно у меня была врач, очень умная девочка, Алина, от гастроэнтеролога. Мы просто разговаривали и задаю вопрос, она гастроэнтеролога говорит, амез, зарекомендуйте, да, что амез делает? А я за несколько месяцев до этого изучал его состав, просто ради прикола. А на амезе у нас сидит, все сидят. Что делать амез делать? Амез, он называется ингибитор. Ингибитор, слово это значит блокирует что-то в организме. Многие препараты, они делают именно ингибирующие, блокирующие свойства. Амез блокирует выработку желудочного сока. Дальше смотрите, какая интересная схема получается. Почему они блокируют выработку желудочного сока? Потому что желудочный сок вызывает боль. А почему он вызывает боль? А потому что стенки желудка повреждены. Ввиду разных процессов, там неважно, образ жизни не так питался, стресс и т.д. Желудочный сок больше вырабатывается, это переваривание пищи, когда он достигает поврежденных участков, там возникает боль. Нам дают амез, он блокирует выработку желудочного сока. Откуда он вырабатывается? Из стенок клеток желудка. Они постепенно отмирают, и желудочный сок перестает вырабатываться. И в тех местах, где омертвление клеток происходит, потом появляются язвы. Со временем это может перейти атрофические язвы. Это самая страшная форма язвы желудка, которая впоследствии переходит в рак желудка. Вы понимаете, что такое амез с годами делает? И у нас люди, у кого проблемы с желудком, все сидят на амезе. А амез после этого, когда нарушается выработка желудочного сока, соответственно, пища правильно не расщепляется. Когда пища правильно не расщепляется, она в кишечнике не усваивается. А потом в кишечнике нарушается выработка очень важных полезных компонентов, которые кишечник должен из пищи получить. И в частности, такой витамин В12, без которого процесс кровотворения невозможен. И потом начинаются проблемы с заболеванием, с организмом, с иммунитетом, заболевание крови, заболевание, анемия начинается. Все что угодно. Вы понимаете, один амез, он симптом снимает боль за счет уменьшения выработки желудочного сока. Но потом через 5, 10, 15 лет у вас возникает куча заболеваний, в том числе смертельных. Что самое интересное, человек потом, если не дай бог с ним это произошло, он это никогда не свяжет именно с этим препаратом. Да, да, он не свяжет с этим, и врач ему этого не скажет. Более того, врач сам не задумывался. Это все написано в инструкции, если вы начинаете расшифровывать. Я почему это расшифровываю? Я инженер-механик, мне надо докопаться до истины.